Девушки отдыхают 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 Мне нравится дух этих людей. И говорят там красиво. Не врут. Дорогая Людмила Леонидовна, я бы хотел сказать вам... Не спеши-ка, не спеши. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ой, нихрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Ебучие пироги, блядь. Побирайте выражения, мы в общественном месте. Да пошел ты. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор. С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Личная разработка Академика Сеченова. Полимерное просвещение. Миновали дни, когда грязь и путихи сверховерожны, то это правительство из ЖК Путиянской. Ой, да-да-да. Знаю-знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. У ваших полюбинеров с помощью номера. О, шкаф. Простите? Продолжение следует... Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин! Кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? О, кстись, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй. Не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас одерживать. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эвакуизационного скачка, который полностью изменит весь мир столь привычный нам с рождения. Товарищ майор, проходите в холл высотки, вас ждут. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия. Благодаря моему открытию нейрополимеров и процесса их мимикрической адаптации, стало возможным воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети коллектив 2.0. А то ладно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я-я, натюрлик. Люблю это место, который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделал. Наш лифт только что прибыл. Командный коннектор мыслей, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0. Ибо самая важная его часть – это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ ко всем знаниям человечества и, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, македофоны, бумажные и электронные записные книжки и прочее. Мысль заметит вам все это и многое другое. Ваши возможности станут воистину безграничными. Изучить иностранный язык за одну минуту, выучить квантовую физику за сутки, знать наизусть все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле своего... Вот это размах! Наука – это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше. К звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П-3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Мир уже никогда не будет прежним. Отличная машина. Это не только необходимо. Мне до сих пор двигатель в очеме возгорания стоит. Машина замечательная. Науке не стоит. О, как все быстро обновляется. Ну, это ДВС. Когда на электродвигатели поставят. Вот это будет здорово. Это да. Вы сможете подобрать свет устройства на свой путь. Подобрав под оттенок глаз. Люди не цвета одежды. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Да, да, да. Я только что оттуда. Не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы. На фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силой. Мы заготовили достаточное количество устройств в мысль. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музыку? Другое дело. Я вижу в интерконец, Вы просто соисволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Зеркут. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю связь, Шалид. Но спасибо, Герштокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и пархиндеев. Скажите, не сочтите за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу-колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. В память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих синей? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11.47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин при помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Моглев. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомий». Личной разработки профессора Лебедянского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятия. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом Нейросети коллектив 1.0. Снизу расположился научный центр Сеченова, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла Нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами «Подсолнух», способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк «Дружба народов», близлежащие поселения и железнодорожные нити «Моглев». Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стеллу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятия. Вы наблюдаете стеллу «Серб страны» по эскизам скульпторов Мухина и Кебальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Трофан начинает боевой разворот! Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Остановишься! А мне-то что с этим делать? Растёгивайте к небезопасности до полной остановки воздушного транспорта. Точка назначения достигнута. Лаборатория номер 8. Казевной части ЦВ-1. Приятного вам дня! Товарищ майор, давайте руку! Я провожу вас в комплекс ванилов! Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок железный! Я упала! Ты что творишь? Валите нахер отсюда, придурки! Как невежливо с их стороны! Работа лифта восстановлена. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа. И произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Пиздец! Внимание! Экстренное сообщение. На предприятии 38-23 возникнут эффективные сборки, чем на физической безопасности. Зафиксированы множественные слухи адреских агрессивных роботов по отношению к другому персоналу научных комплексов. КОНЕЦ 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 Черт, как же болит башка. Не вступайте в контакт с роботом. Повторяю, не вступайте в контакт с роботом. Сохраняйте спокойствие. Продолжение следует... Волшебник, я П-3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Ты наш себе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте заданий? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0. Был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины. После чего был отправлен на принудительную работу в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! Оно, слезь с меня! Чё ты рот раздярил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты, будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А чё у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть чё-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдёшь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А... А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А, чтоб тебя! У нас 30 секунд! Двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Не работает. Иди сюда, Громила! Иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин! Ты чё задумал? Так. Два дня вы мне покоя не давали. А, получите! Чтоб вас собаки дролли! Чёрт! Дышь! Так. А это у тебя откуда? Ты, малой! Может, лучше я? Ключ держи! А я уж тут сама. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Да! Твою мать! Вот вляпался, блядь. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаэлем Штокхаузеном и арестован бойцами отряда «Аргентум». А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс вагилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Менять главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров бывший главный инженер секретного отдела Академии по следствия. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Я слышу, как вы там ходите. Скорее, скорее. Проверните вентиль. Дверь откроется. Это что еще за хрень? Мужик, держи руку. Держись, держись. Держись, держи руку. Сохранение данных. И восстали машины из пепла. Позвольте, Совет. Ты что, не видишь, я занят? Стараетесь не пропускать мощные атаки робота? Да они все мощные. Атаки выполнены. Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непрямым. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Майор, будет мне лишь не собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова-Обалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Фантастика, да и только. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Я føлство. Ой. Фантастика, да иلهи. Продолжение следует... Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. Внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения... Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Перчатка. Храс, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...